На парламентских выборах в Швейцарии ещё больше укрепила позиции правая швейцарская народная партия. За неё отдали 29% голосов. Это на 3,4% пункта выше, чем на предыдущих выборах в 2019 году. Народники заручились поддержкой избирателей, обеспокоенных инфляцией, ростом стоимости жизни и миграцией. В ходе предвыборной кампании швейцарская народная партия обещала решать эти проблемы, в том числе не допустить, чтобы из-за иммиграции население страны превысило отметку в 10 миллионов. Сейчас в Швейцарии 8,7 миллиона жителей. Больше мест в парламенте на этот раз займёт и социал-демократическая партия. За неё проголосовали 17,2% избирателей. Это на 0,4% пункта выше, чем на прошлых выборах. Зелёная партия, напротив, добилась меньшего успеха. Доля голосов, отданных за неё, снизилась на 4,1% пункта. Зелёных поддержали чуть больше 9% избирателей. Многие швейцарцы голосовали сразу за несколько партий. «Стоимость жизни растёт. Я пенсионерка, и мне нелегко, поэтому я рассчитываю на всех, за кого проголосовала». «Я голосовал за несколько партий, смотрел, что они делают и что предлагают. Поэтому я голосовал за разные политические силы. В основном меня тревожат стоимость жизни и экология». На фоне экономических проблем и растущей миграции, вопросы экологии и таяния ледников, похоже, для многих отошли на второй план. Но остались и те, для кого это по-прежнему важно. «Я могу понять, когда, видя другие проблемы, люди говорят себе, что планета на втором месте. Но я не согласна». Итоги голосования вряд ли изменят состав Федерального совета Швейцарии, который выполняет функции правительства. Семь должностей в нём распределены между четырьмя крупнейшими партиями страны в соответствии с их долей голосов. Парламентские выборы в Швейцарии проходят раз в четыре года. Электорат выбирает 200 депутатов Национального совета и 46 депутатов Совета Кантонов.